Для метода хранится около 20 неописанных видов из Украины и Израиля. Также положено начало описанию своеобразной позднее оценовой фауны инцертик. По моим самым осторожным оценкам в Украине предполагается наличие более 500 видов инцертик. По предположениям некоторых авторов, в настоящее время в мировой фауне может существовать полмиллиона видов хальцитов. Трудно переоценить их роль в регуляции численности видов из многих грунтчленных становлений. Их изучение приближает нас к пониманию механизмов и принципов существования огромной саморегулирующейся системы в нашей планете. Спасибо за внимание. Спасибо. У меня такой вопрос относительно вымерших инцертик. Вы говорили о том, что там в принципе большой диапазон изменчивости, но какая-то жирка характерна для оценовых видов и не характерна для современных. Я правильно понял? Что это за жирка? Да, она редко. Сейчас я ее покажу. И вот эта маргинальная жирка у современных инцертик чаще всего редуцирована в год до полного исчезновения. И небольшое число родов современных имеют эту жирку. То есть иногда, глядя на эти ископаемые из янтая инцертит, можно сразу узнать, что это характерно для инцертит вот той вот фауны. А есть еще какие-то характерные отличия у древних от современных этой жирки? Общие эволюционные тренды. Можно обозначить? Да, с такой вот гетеробатмией, что называется. Есть многие признаки, которые считаются продвинутыми, допустим, апоморфными. Но они нашлись у ископаемых. И наоборот. То есть там дело просто в чистоте, тогда и сейчас. Размеры, форма крыльев, щетинками вооруженных. Есть какие-то тенденции по сравнению с древних, современных? Какие-то общие тренды можно наметить или нет? Ну их можно наметить, но поскольку шесть родов или восемь видов известны, и сейчас обрабатывается новый материал из Копенгагена, и не хотелось бы бежать поперед фалька и эти тенденции как-то обозначать. Понятно. Тогда такой еще вопрос. Правильно ли я понял, что это равносома, если не ошибаюсь, описанная вами, это вот у нее как раз сохраняется эта жилка? Или я что-то... У всех ископаемых пока известных инсертит, и уже у тех новых, которых я видел, длинная эта жилка, которая мало характерна для современных инсертитов. Мы видим у обоих видов очень длинные жилки передних крыльев. Для инсертит современных, для большинства, мы можем видеть, что они практически редуцированы. А какой возраст этой равносомы? Тот же, поздняя цена. Понятно. Там еще это сразу, не знаю, может специалисты по кодексу меня поправят, но, наверное, специи с геном новым, по-моему, в презентации не надо писать. Надо написать это в статье, а тут писать равносома, грац или семутник 2014, что-то в этом роде. Спасибо. Мне кажется, что это такое первое описание. Маленькое, маленькое зауважение, если уже выникло это вопрос, будь ласка. Это не является чинным значением нового вида. А писать вы можете все, что заходит. Да, оно еще не является чинным. Тут я пишу сегодня 2014, а где я знал все, а где я все зрозумево. Спасибо. Все пытания прошу. Скажите, пожалуйста, по-моему, рот монотипический хоритопсис воззвучал у вас, который был из Испании, нашли вы. И вот эти случаи, когда редукция крыльев, это полиэмбрионические или нет? Нет, это не полиэмбрионические. Вот эта редукция... То есть вы ее только поняли. В связи с тем, не связано ли это с теми не влиянием в полиэмбрионии? Редукция крыльев. Среди рода капидосомы известны виды с редуцированными крыльями, но для них не доказана полиэмбриония. Почти все, насколько я помню, все полиэмбрионические виды отличаются длинными крыльями, полнокрылые они. Речь о другом. Не наказана ли неизвестна биология об этом речь? Изучена ли биология на предмет возможности полиэмбрионии? А, там невозможно. Полиэмбриония неизвестна среди паразитов кокцид. Полиэмбриония неизвестна у паразитов бабочек и вот этих вот гелеус и трипоксилон. Ну а сама биология пока просто. Правильно? Это и друг из биологии развития. Чья? Харитопсиса? Харитопсиса. Известны это паразиты мучнистых червецов. Я не о том, чьи они паразиты, а в отношении эмбрионального развития. Да, они не полиэмбрионические паразиты. И второй вопрос в целом по фауне Украины. Ваша оценка зоогеографически. Что можно сказать в целом по распределению чисто зоогеографическому самой фауны, инцертит? Ваши именодропы. В среде инцертит неизвестны эндемики какие-то узкие. Для большинства видов характерно какое-нибудь полиарктическое целиком, или даже полиарктическое, или даже всесветное распространение, известные такие виды. Хотя, конечно, фауны отличаются. Азиатская, допустим, и европейская. И, Сергей Николаевич, а сколько есть завезенных из нового света? Явно завезенных в связи с какой-нибудь продукцией хозяевом. Я не скажу, это десятки. Это десятки видов. Некоторые из них успешно завезены. И, допустим, известны случаи из Средней Азии в Америку. И там первое время они оказались полезными. Спасибо. Скажите, пожалуйста, насколько изучены премаргинальные стадии инцертит? Если достаточно хорошо, то какое разнообразие морфологии премаргинальных стадий, насколько она связана с хозяевами? Или только с, так сказать, эволюцией самих инцертит? То есть положением в системе. Или, может быть, и то, и другое взаимосвязано? Большая часть видов инцертит, которая использовалась в биометоде, у них хорошо изучена биология. Но для огромного большинства детали биологии неизвестны. Известны, допустим, чьи они паразиты, но неописанной их личинки, описаний личинок практически нет. И вот эти детали биологии, это минимальные данные по этому вопросу существуют. Это очень, конечно, мелкие насекомые, трудно изучать. И если разводятся какие-то виды для биометода, тогда они изучались. И, конечно же, есть определенные закономерности развития личин как в разных хозяев. Поскольку тут среди их хозяев 8 отрядов насекомых, среди них есть яйцееды из яиц пауков, допустим, или клопов. У них тоже своеобразные личинки. Полиэмбрионические паразиты тоже много есть видов хорошо изученных. Там вообще очень удивительные происходят вещи, когда мы знаем, в полиэмбрионическом потомстве, допустим, часть этих, часть потомства развивается раньше, из них так называемые солдаты выводятся, которые крошат личинок конкурентов и подготавливают иногда всю эту биомассу тканей. Из тканей хозяина делают биомассу, они с огромными мандибулами, и дальше они погибают. Остальная часть потомства уже питается без конкурентов, спокойненько доедает этот ресурс пищевой. А, кстати, можно дополнительно? А полиэмбрионических форм всегда это потомки одного яйца? Или может быть и нет? Из учебников мы знаем, что это так. Хотя вот интересный случай, загадка для меня. Из вот этих вот крабронит выведены полиэмбрионические целебенциртус, и вдруг в потомстве оказался один самец. Там два вида было, все самки. Мы предполагаем, что потомство из одного яйца развивается, оно должно быть генетически идентично. Откуда там взялся этот самец? Самцы там отвоенные, так что, наверное, это не отрицают. Генетическая идентичность может сохраняться в гаплодипоидный момент.